Добрый вечер, вы на канале Иван. С Новым Годом, потому что сегодня у нас такой новогодний эфир. У нас сегодня в гостях Алена Бабенко. Мы попробовали рыбу, действительно получилось хорошо. Поверьте, если у вас сегодня не хватило времени, ну, 31-й приготовить, то можно сделать там 1-го или 2-го числа. Сейчас мы доделываем картошку. Значит, что мы делали? Мы слили воду. Сейчас выпариваем остатки воды, чтобы эта картошка побелела, но, к сожалению, все-таки соль не канарская, да? И вот сейчас она должна все это выпариться, окончательно вода, и мы будем, как гарнир, к этой рыбе прекрасно идет картошка. Ален, скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к подаркам? Вот вам что нравится больше, дарить или получать? Дарить? Дарить, да. Я сам процесс люблю, выбирать подарки. Ой, ну тяжело уже. Очень, вот для меня, вот мне нравится дарить, я не люблю выбирать, потому что это так тяжело, потому что я ненавижу ненужные, ну, ненужные подарки. Ну, я вот выбираю как раз, вот, мне кажется, я узнаю так потихонечку. Что там надо? К тому, что нужно, да, кто, что любит, там, как-то вот. Знаете, а вот мы думали, потому что Новый год, и как-то, знаете, дурной пример, он дурно быть заразительным, ну, чтобы все это, красно, начали дарить подарки. А я тоже думал, что вот вам подарить? Ну, голову не ломал. Знаете, я вам подарю такую штуковину, сейчас, смотрите, смотрите вперед. Вот в сторону зрителей, посмотрите в сторону зрителей. Хорошо. Я считаю, что, поворачиваемся, я считаю, что пока я вам Феррари подарить не могу, но ноутбук Феррари, я считаю, что ноутбук это хороший подарок. Ничего себе. Да, это вот такой вот подарок, очень уникальный, да. Вот, смотрите, красотень. Спасибо большое. Вот так, смотрите, какая красота здесь, пальчиками сюда, видите, да. Нет, вы можете домой забрать, не только сейчас поиграть, все работает. Такой маленький, да. Такой маленький, да, это вот такая штука с ноутбук, да, Феррари, да. Это вот у нас есть наш еще партнер, который нас поддерживает, да, и мы вот думали, вот что, вот что, вот что подарить человеку, у которого есть все, да. Ламборгини у вас есть, да, я знаю, что у вас Фаэтон Роллс-Ройс, вот тот, который за 400 тысяч евро. А ноутбука Феррари? Нет, правда? Нет. Или есть ноутбук Феррари? Есть уже, есть. А, есть? Нет. А почему написано «Алена заблокирована»? Нет, а можно туда входить? Алена, Алена заблокирована. Сменить пользователя написано. Моментально не успела я получить, Алена заблокирована, сменить пользователя. Нет, а это была просто у нас в гостях другая актриса. Ага, ты что же его? Да, мы тоже Алена, а после фирмы все это отнимаем, и все, вот у нас такая вот циничная передача. Нет, вот в этот раз у вас ничего не было. Да, но единственное, знаете, знаете, вот на самом деле, знаете, вот есть такие машины, видели, ну я люблю машины, потому что я считаю, что это отдельная история. Знаете, вот здесь такие машины из Калейт, такие гигантские американские джипы, видели, да, красные, не видели? Ну да. Здоровая. Ну это не машина, на самом деле. И когда одному из таких людей, для которых такую машину делают, да, такой темный, черный афроамериканец, ну с долларом на груди, нам спросили, скажите, пожалуйста, ну какие преимущества этой машины? Ну вот просто, ну расскажите нам, что в этой машине хорошего там? Бедензий ждет много, ездить на ней невозможно. И он сказал грандиозную фразу, он говорит, подождите, какие преимущества машины из Калейт, там этого Крайслера? Он говорит, я выхожу из машины, и на фоне машины так чуть-чуть, и все. Ну мы-то там прям машины, удобно, неудобно, ну все, вот она стоит, поэтому вот мне кажется, а у вас как с машинами складывается? У меня не очень. Не очень, ну а что? Я путаю, нет, я просто путаю все названия машин, марки путаю. Да? Вы мне говорите, я сразу же... А вы запомните одно название, на любой машине говорит, Жигули. У нас же сейчас поддерживают. Копейка, я просто вот снималась в фильме, Копейка, вот Копейка, я знаю. И вот все у вас, вот... Нет, у меня Ниссан. Вот есть прекрасная машина, Феррари Энза, тоже Копейка. А, да? Да, лимон стоит еще Копейка. Еще какие-то есть Копейки всякие иностранные. Много, есть потрясающая машина, потрясающая по красоте, я очень люблю Бугаттию. А, ну то же сейчас вы обделаете всю эту красоте, а потом придете и скажете... А, как вы сказали? Ну вот положили, сейчас будете есть, да? И сейчас все это вот обделается у вас, вы скажете, вы мне подарки, вы мне красивые дарят. Может это отделается, вы хотели бы сказать? Стоп, это ваше вино. Спасибо. А вы уже выпили, это теперь из меня. Да. Как же так? А потому что я умею пить, а вы... А я девушка. А вы там, да. Поэтому надо же... А вы там. Я там. Я там. А вы там. Я вас стреляю. Покушали, запили, покушали, не надо напиваться, да? То, что вы потом залпом как дадите это все, и что делать потом? Все по чуть-чуть, да? Ален, скажите, пожалуйста, вот есть то, что вы бы хотели, может серьезный вопрос, но тоже важный. Вот что бы вы хотели бы, была такая возможность, одно изменить в нашей удивительной стране? Вот сказали бы, одно. Нет, там все не получится, Ален. Ну, одно скажешь, и это изменится. Я имею в виду ни про кино, ни про творчество. Вообще. Вот что бы надо бы изменить? Мне кажется, как-то отношения друг к другу, прежде всего. Ну, как бы, я не могу думать, вы мне сейчас задали вопрос, я сразу думаю про страну, про какую-то абстракцию, а это, это, это непонятно. Я поговорю про, могу сказать только там про себя, про друг, про близкого человека. Как удобно. Есть одна возможность, что-то, ну, один раз. Вот есть, вот меняем. Ну, мне кажется, я не знаю, как это одно, больше не знаю, внимания друг к другу, любви, ответственности за то, что ты делаешь, потому что я постоянно с этим сталкиваюсь везде. Там твоя работа может полететь из-за какого-то человека, который что-то не сделал, вот это я ненавижу просто. Я вот сразу, нет, ну, в профессиональной жизни, ну, невозможно, где-нибудь ты встречаешься, вот меня, я просто много в этом живу, просто большую часть времени. И поэтому меня это страшно раздражает, расстраивает и заставляет меня думать о том, а может быть и мне так же относиться к своей работе, но я ее люблю и не понимаю, почему. Ну, я хочу, чтобы вот люди любили то, что они делали. И эту любовь выражали вот в ответственности, в каком-то, не знаю, в понимании то, что они делают, что от них зависит не только то, что они делают, а другие люди вокруг есть, которые от них зависят. Я не знаю, что мы все друг от друга очень зависимы. Ну, может, люди просто забыли, что все-таки самое важное в жизни, ну, для меня, по крайней мере, да, это любовь. Вот такое емкое, сложное слово «любовь», да? Ну, я бы хотела сказать «любовь», но она и состоит из очень многих вещей. Безумно. Из очень многих. Если мы будем делать вот так, это будет гораздо лучше, чем мы будем делать вот так. Я не знаю, как это рассказать словами. Ну, все. Ну, а чтобы мы слышали, видели и понимали друг друга. На следующем году Алена Бабенко верит в чудеса. Она сказала, чтобы все друг друга любили, чтобы отвечали друг за друга, чтобы чувствовали ответственность, что вы можете кому-то навредить. Я завидую нам всем, что в следующем году такое начнется в нашей стране. Че? Ничего. Нормально. Нормально. Хочется верить. Будет такое. Поэтому давайте выпьем за исполнение мечт. Как правильно там? Мечт? Мечт. Мечтов? Мечтей. А как будет? Тапки? А один? Тапок. Сколько правильно? Как? Тапка. Поздравляю всех с Новым годом. Словарем написано. Тапка? На самом деле. Значит, продолжаем наш такой удивительный новогодний эфир. Скажите, пожалуйста, а вот новогодние фильмы, вы можете с нами поделиться каким-то новогодним фильмом, который, ну, прям по-новогоднему у вас произвел впечатление? Ну, старый. Ну, надо людям, чтобы посмотрели. Потому что я вам сейчас буду рекомендовать еще всякие фильмы, которые надо в новогодние каникулы посмотреть. Нет, ну, слушайте, я не могу никак понять, почему, какая магия в фильме «Ирония судьбы» или «Слегким паром», потому что сколько бы я не смотрелся, я не смотрелся. Видите, можно с цифрой разобраться? Один, два, какая? Ну, какая-то, какой? Есть же два фильма с «Слегким паром». Первый. Ну, просто мало ли, второй может нравиться. Нет, первый. И вот я не понимаю, что происходит, но вот я тоже. Я сяду и в этом году и буду смотреть. Ну, на самом деле, тут такая вещь, все-таки, мы передача кино, здесь можно затронуть и чуть-чуть второй, который появился. И то, что вам нравится, это же еще вопрос на уровне крови, да? То есть мы же с детства, да, каждый день, каждый год в новогоднюю ночь смотрели. Ну, от этого невозможно избавиться, потому что, знаете, люди просто, человек больше живет все-таки в прошлом, чем в настоящем или в будущем. Ну, так случается. Но, знаешь, что я сказал? Хоть ты тресни. А второй? Я не могу. Вы давайте, а второй вам? Второй я посмотрела, и больше не хочу его смотреть. Да, вы знаете, что сказал уважаемый мной Ильдар Лизанов? Он все собирается прийти к нам на программу. Он сказал потрясающую фразу. Он говорит, когда я давал согласие на съемки второй части, ну, подумал, ну, а почему нет? Ну, а почему нет, да? Ну, вроде бы, как бы, мир движется, и вообще этот год, восьмой год, это гигантское количество сиквелов, приквелов, ну, продолжение вообще. Много чего хорошего, много чего плохого. И он, значит, согласился, и только через год он сказал такую фразу, он говорит, я понял, что сделал фильм с легким паром 2. Он вбил гвоздь в гроб первого фильма. Он убил. Ну, Ильдар Лизанов, он убил. Вот вроде бы второй фильм, да, дистанция. Но он остановил движение и развитие этого фильма. Вот это случилось. Вот как вы, как к этим словам относитесь? Ну, может быть, да, потому что поколение сменилось, и смотрят кино уже другие люди. А многие помогли смотреть второй, а потом первый. Вы согласны с этим? Да, 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 конечно. Нет, ну, это потому что, да, да, потому что... Потому что все сходили. То есть вы рекомендуете, вот, если новогодний, то вот... Ирония судьбы лишь с легким паром. Ирония судьбы лишь с легким паром. Прямо я вот не могу изменить этому фильму. Да. А как у вас любимый момент? Вот так не думай, так, быстро вспоминай, любой фрагмент. Вот вспомните, вот так же, не думая. А с подружками, когда он в подружки уходит, он валивается, и подружки уходят от нее. Вот это нравится. Я не могу играть. А я сейчас, вот, я так задал вопрос, а знаете, что помните? Понимаете? А мне, я сейчас... Ну, я говорю про любимую. А вот знаете, что я сейчас вспомнил? Понимаете, звонок? Мама! Мама! Только он писает, захотел. Мама! Мама! Ну, мне кажется, это очень хорошее. Не каждый артист может так органично срать. Я вижу у нас звоночек, да, это кто у нас прозвонился? Да, у нас сейчас на связи Сергей Иванов. Алло, Сергей! Здравствуй, Юра! Да, здравствуй, Сергей. У нас сегодня новогодний эфир. Замечательно. И мы после того, как он у нас был в эфире, рассказывал про фильм «Царь», про все свои декорации, у нас пришло масса писем в твадрес, Сереж. И все сказали, что ты идеальный Дед Мороз будешь, да? Вот, поэтому на правах Деда Мороза мы пригласили тебе в гости Снегурочку, Алену Бабенко, да? Прекрасно. Очень красивая, замечательная актриса. Спасибо. Вот, поэтому ты, будучи Дедом Морозом, пожелай что-нибудь Снегурке и этому, как его? Не мне. А, смотрите, вот вопрос такой, Сереж. Смотри, Дед Мороз, понятно, дед, она Снегурка, где мама потерялась, непонятно, внучка она. Вот, это все понятно, проблема. Скажи, пожалуйста, вот они вдвоем там тусовались, да? Вот Дед Мороз и Снегурка. А кто-то еще рядом был? Вот у этих, у Иностранных там и эльфы всякие. Вот кто-то еще там был? Гномы. А где они тусовались? Ну, вот они вместе приезжают, да? С подарком. Вот кто-нибудь еще с ними был там? Новый год. Ну, я думаю, они приезжают, надо понять, на чем они приезжают, я думаю, на оленях. Вот, Сереж, Сереж, ошибка. Расскажите, какая засада в этом, знаете, да? Какая? Рассказываю. Значит, всегда, знаете, я так говорю, как будто я спасаю Дед Морозу. Знаете, всегда. Значит, всегда, значит, всегда Дед Морозы ездили на лошадях в России. Откуда появились эти рогатые? Ну, эти, как их зовут? Ну, эти. Это все из Америки опять. Это все Кока-Кола. Всю жизнь в России ездили на лошадях. Правда говорю. Я думаю, не из Америки, а скорее в Финляндии. В Финляндии ездили тоже на лошадях. Думаешь? Уверен. Ну, если, понимаешь, если говорить о том, что Дед Мороз живет в неком городище, тогда, конечно, на лошадях. А если Дед Мороз как живет в лесу, допустим, то вполне могли бы быть и олени. Например, какие-нибудь северные. Дед Мороз откуда? Из Великого Устюга? Дед Мороз? Ну, сейчас назначили, да. Да, назначили Великий Устюг. Так было, в общем, непонятно. Но, на самом деле, мне кажется, если Деда Мороза окружают эльфы, мне непонятно. Звери, это да, это понятно. В общем, природа более понатюрель. То есть, в общем, мне нравится, что может ездить, по-моему, и на северных оленях. В этом какая-то есть большая, большая экзотика. Сереж, а скажи, пожалуйста, а вот ты знаешь, у меня был шок, ты знаешь, как эскимосы Новый год отмечают? И когда? Не, не как, а когда? Вообще грандиозно. Я не знаю. А как снег выпал, Новый год. Что? Как снег выпадает у них, у них Новый год. Прекрасно. То есть, снег у них выпал и уже лежит... Они уже отметили, у них все нормально, да? А мы все время ждем календаря, по колено в дожде стоим, да, и типа Новый год. Вот надо сдать тоже такую традицию. Новый год, снег выпал? Потому что у нас он быстро растает. Сразу Новый год, сразу все выпивать и так далее. Отличная традиция. Я думаю, Новый год будет у нас с 15 в году. Да. Сереж, а скажи какие-нибудь пожелания нашим телезрителям, ну вообще зрителям, да, для которых мы иногда работаем. Вот что ты бы пожелал зрителям? Я пожелал бы, во-первых, огромной удачи, счастья и встреч с новыми интеллектуальными, интересными картинами. Не, наконец, получить возможность эстетического и духовного восприятия этих картин и огромного счастья от этого. И чтобы люди, смотря картины, думали, страдали, радовались, плакали. Но чтобы это были картины высочайшего духовного эстетического качества и поменьше смотреть американского попкорна. Спасибо большое, Сереж. С Новым годом. Желаю тебе дурацкая фраза, да, там, творческих успехов, да. Я тебе желаю не творческих успехов, я тебе желаю просто работы, в которую ты влюбишься и дойдешь до конца. Это так важно. Спасибо, Юр, я постараюсь оправдать все твои надежды, надеюсь на творческую встречу, наконец-таки, все-таки с тобой. Я по тебе соскучился, как по художнику, и думаю, что мы с тобой вместе в этом смысле сможем свернуть горы. Абсолютно, Сереж, но ты же знаешь, да, меня, мы с ним знакомы давно, да. Вот если я сказал, что так будет, ты это знаешь. Да, я знаю твое слово железо. Абсолютно, все решено. Все, с Новым годом тебя целую, до встречи. С Новым годом, Юр, спасибо, до свидания. И Алена Поздравь, пожалуйста, она замечательная, прекрасная актриса, и очень чудесная, красивая. А что, мне нравится? Я тебе что, посыльный, что ли? Вот сидит она напротив лампочки, вот ты у нас сейчас выступаешь, вроде лампочки в виде телефона, да? Вот, Алене, скажи что-нибудь, что ты уже, давай, сам. Дорогая Алена, я большой твой поклонник, и надеюсь, что когда-нибудь с тобой встречусь на съемочной площадке и построю для тебя декорации, которые были бы тебе комфортные, нравились, и в них бы ты себя чувствовала абсолютно естественно. Спасибо вам большое, спасибо, и я тоже буду ждать нашей встречи, совместной работы. С Новым годом, ребята. С Новым годом. Спасибо, с Новым годом. Вот Сергей обещал вам построить декорации. Какие хочешь? Какие хочешь? Что значит какие? Декорации какие? Какие, какие хорошие, хорошие, удобные, красивые. Ой, палаты какие-то, да? Палаты каменные. Каменные палаты. Да, кстати, царская. О, царское время не охватило. По пояс обнаженные темные мужчины, которые под... Ну, это не обязательно. Не обязательно, да? Нет, давай сейчас разберемся. Давай сейчас разберемся. Значит, каменные палаты хочешь, да? Нет. Будут тебе каменные палаты? Записывай, будут тебе каменные палаты. Какой цвет? Значит, джаншит, джаншит, бонус. Не важно, удобно, там, уютно. Две палки, три палки, картины или то что. Главное, чтобы ты чувствовал себя там так, как надо, чтобы это было соответствовало атмосфере правильной, как вот у меня было с фильмом «Водитель для веры». Кстати, о фильме «Водитель для веры». Кстати, надо Чухраю будет позвонить, пригласить в гости и расспросить про тебя. Пусть расскажет, всю правду расскажет про тебя. Скажи, пожалуйста, вот как тебе работалось на фильме «Водитель для веры»? Понятно, замечательно, интересно, все мы это убираем, да? Вот что для тебя было самым сложным в картине «Водитель для веры»? Ну, в образе этой героини вообще? Ну, самое сложное. Вот прям, ну, больно это тебе было. Вот, ну, трудно происходило это. Ну, знаешь, эта боль была на уровне физической все время. То есть каждое вот утро, каждое утро, когда нужно было там, не знаю, там в 6-7 утра мы отправлялись на съемочную площадку, я уже чувствовала вот эту скованность внутреннюю, которая есть, была у моей героини. Вот это вот внутри вот это, она же скованная очень, как бы, она закомплексованный человек, очень страдающий. И вот в этом состоянии, вот мне кажется, вот все три экспедиции, все три периода, которые мы снимали, я и прожила. А смешной было, можно и смешной лучше расскажем? Поскольку моя героиня хромая... Ну, это же компьютерная графика, известная история. Да, да, да. Да, вы же ходили ровно, а потом на компьютере вас... Да, 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 совершенно так. Но это не помешало мне впечатлиться от того, что я увидела. Вот, и когда у нас была премьера на кинотавре, я приехала, специально приехала, взяла себя в руки, все-таки это первый фильм, но я взяла себя в руки и сказала, что я буду вместе со всеми, со всей киношной публикой смотреть кино, и не буду убегать там куда-то, бояться и так далее, смотреть там на DVD, и пойду и посмотрю. То, что я сделала, то я сделала. Надо к этому нормально относиться. И я села, и когда я увидела, что как я хромаю на экране, я делала вот так. Вот прям в зале я сижу, и я какое-то время не понимала, то есть я нормально как бы шла, как я, и иду. Господи, боже мой, вот это вот меня... Ну это отдельная история, я думаю, что для меня вот в том году, ну в этом году уже уходит, да, я закончил картину, и не хотел я это говорить, ну ладно. Я в том году провел большую часть времени со слепыми людьми, которые рождены слепые, и картины называются «На ощупь». Вот, и для меня это открылся целый мир людей, которые живут во тьме, и главный герой, который играет Антон Шагин, он у меня прозревает. Вот, ну, сказал, потому что я не хотел скрывать сюжетов, и всем запретил, ну ладно, в школе такая уж пьянка пошла. Знаете, у меня был шок, когда я общался с слепыми людьми, и очень странно, знаете, как они говорят про нас? Ну, про нас, людей, которые видят. Я общался с одним слепым от рождения, и он стал ухаживать за зрячей женщиной. Я его спрашиваю, ну как? Ну как? Он говорит, да никак. Я говорю, что? Да, она магнитофон. Я говорю, в смысле магнитофон? Объясняю. Для всех слепых людей мы с вами магнитофоны до тех пор, пока не дотронулся. Он говорит, я ее еще за руку не брал. Поэтому для них все, мы все это магнитофоны. И он говорит, если я ее потрогаю, возьму, обниму ее. Вот тогда я могу сказать, с какой женщиной я встречаюсь. А почему магнитофон? Ну, ну, разговариваю. Звук, да, какой-то звук? Ну, звук и звук. Да, и там была одна сцена, совершенно потрясающая, тоже с женщиной общался с этой. Ну, потрясающая история. Я снимал все-таки фильм не про слепого, не так, да, это часть картин, но неважно. Вот, и потрясающая была сцена. Значит, вот есть интернат, где слепые, да, люди, да, живут. И вдруг один прозрел. Прозрел. А в интернате об этом узнали, что один, значит, прозрел, и он уже стал жить. Ну, он из интерната ушел, начал жить нормальной жизнью, там, и так далее. И вдруг эти две женщины, ну, две женщины, собрались его найти. И они узнали, что он ходит вот в такую-то библиотеку. И они, значит, узнали, что вот он сегодня сидит за третьим столом в такой-то библиотеке, читает книжку. Они обе слепые. И они мимо него так раз, раз, раз. И потом, ну, все. И потом, говорит, мы к нему подошли, говорим, да это мы там, Серега. И он говорит, он говорит, а он же их никогда не видел. А, да. И он говорит, девчонки, он, говорит, нас взял вот так обоих, к окну подвел. Он говорит, вот вы какие. А? Сильно. Праздник. День дурака. Ночь коротка, цель далека. Ночью так часто хочется пить. Ты уходишь на пухню. Да вода здесь ярка. Ты не можешь здесь спать. Ты не хочешь здесь жить. Доброе утро, последний герой. Доброе утро, тебя и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Вообще-то я Настю люблю. Молодцы. Одно другому не мешает. Это не в нашей сфере. Я не знаю, что это. Адрес данный. Дальше сама разбирайся. Везде Россия. Где мы, там и Россия. Закрой глаза. В темноте нет людей. Нет страха. В темноте спокойно. Чувствуешь? В детстве я любил одну девочку. Ее звали Настя. Но вам, обезьянам, я рассказывать про нее не буду. У меня был случай, что мне нужно было такой небольшой номер сделать, да? Где я слепая. Ну, мы как-то репетировали, репетировали, репетировали. Ну, так вот репетировали, знаешь, как обычно, там, чуть-чуть полноги, там, немножко как-то так. Ну, то, что я русский вы говоришь. Ну, номер маленький, ну, в общем, маленький номер, вроде как... Ну, дело в том, что это на льду просто было. На льду надо было. А что, вы тоже на коньках, что ли? Ну, я на коньках, так, катаюсь. Ну, зачем, Алёна? Ну, зачем вам это надо? Вот можно я скажу глупость полную? Я никогда не делаю в жизни то, что я не хочу. Да? Мне очень хотелось. Я очень любила в детстве просто кататься на коньках, ходить на стадион. И у меня все время крутилась музыка в голове. Я придумывала какие-то танцы, я бегала на этих коньках. Мне просто очень наявилось. В свое время просто меня не отдали там на фигурное катание, я не каталась. Но это моя детская мечта, она вот как бы в продолжении, совершенно вот тупая. Вы можете говорить про пиары там, Первые каналы, прочее, прочее, прочее. Нет, я не про это. Сила уйдет столько, вот зачем? Да, сил ушло много, это правда. Но я ни о чем не жалею. И вот мне это нравилось, я хотела сделать, и я долго сомневалась. Но я это сделала. Сделала и сделала уже. Зачем об этом жалеть? Ну, неважно. Короче говоря, вот мы репетировали номер слепую. И я проезжала этот номер, нормально все. И вот у нас запись. Ну, как сказать, ты когда на льду, ты же должен контролировать ноги, ты должен смотреть в какую-то сторону для равновесия, поворачиваться, так не важно. Короче говоря, вот мы катаем номер уже на суде. И я понимаю, что я перестала видеть. То есть актерское начало, оно как бы взяло вверх, и мы начали кататься, и у меня пелена перед глазами. И я действительно прокаталась слепой. Потому что мне же нужно было соблюдать определенные вещи, которые слепые не делают. Да, я не могу повертеть глазами, там, не знаю, как-то... Ну, понятно. Я не должна видеть. Вот я даже сейчас уже говорю с вами, у меня уже сейчас пелена перед глазами. Да. Я как, я докатилась, я не знаю. Я не знаю, правда. Потому что я ловилась на мысли, когда я делала на репетиции, я поворачивала голову, там, чтобы с ногами как-то совместить. А тут я это перестала делать, вообще следить за ногами. Мне главное было удержаться за партнера, за ноги, за что-то это все сделать. И для меня был шок, самое открытие. Мы сейчас приносим на рекламу, еще чуть-чуть есть времени, да. Я вот хочу вам пожелать, Алена, и нам всем, и вам, зрителям, одну вещь. Коля начал говорить о слепых, мы говорили о людях, которые вместе с нами. И они такие же, как и мы, поверите. Это отдельная история, мы все вместе, да. Я сказал такую вещь, что я общался с одним слепым, он мне сказал одну фразу очень интересную. Он говорит, Юрий, вы знаете, чем отличается 90-й год от 2000-го? Он говорит, в 90-м году, он слепой, я выходил на улицу, я только выходил из подъезда, ко мне посылал какой-нибудь человек, случайный прохожий, говорил, куда вас, на автобус, ну, куда вас надо перевезти. А в 2000-м году, говорит, я могу стоять целый день около пешеходного перехода, и никто ко мне не подойдет. Поэтому я хочу пожелать абсолютно всем нам, чтобы люди, которые нас окружают, и мы тоже чувствовали, что мы должны как-то всем помогать. Не обязательно тем людям, которые сегодня с ограниченными движениями. Вообще, на самом деле, эти люди вписаны во всем мире в наш социум, да. Поэтому давайте все выпьем за людей, которые сегодня у экранов смотрят и почему-то думают, что мы про них забыли. Они с нами. Нет, мы с вами, мы вас не забыли. И всегда по силам, я знаю очень много людей, которые помогают друг другу, не только, так сказать, Ну, и лично, и ты открываешь для себя таких людей, даже не подозревая, что они занимаются такой деятельностью. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Реклама на канале A1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова